Жители многих домов Тверского микрорайона Соменка давно лишь мечтают принять душ в жаркую погоду. Они с июня сидят без горячей воды и конца и края этому не видно. Плановое отключение летом на профилактические работы – нормальное дело. Другой вопрос, когда они длятся далеко не две недели. В частности, здесь, на Соменке, где во многих многоэтажках горячей воды нет аж с июня. Отключили у нас воду 13 июня по 27. Потом периодически стали вывешивать объявления, задерживать отопление. Но были определены сроки, по какое число. Но вот последнее объявление висит по 15 июля. И такая ситуация во многих окрестных домах. Кто-то греет кастрюли на газовой плите, кого-то выручает водонагреватель. Но не всегда. Как, например, у мамы двоих детей Алины Кошелевой, которая из-за ледяной воды фактически осталась еще и без голоса. Может быть, стоит купить бойлер? Он у нас был, он недавно сломался. Просто он, видимо, не выдержал такого напора. Постоянно у меня вот ребенок в песочнице приходит, его постоянно приходится мыть. Просто он не выдержал. Голос у меня вообще он по жизни достаточно сипой. Но сейчас я, видимо, убиралась в холодной воде, и он еще больше осип. То есть прям горло такое, прям болезненное. А на личной ситуации и здесь, в этой высотке, на Первитинской улице. Здесь горячей воды нет с 12 июня. Между тем, дом построен относительно недавно. Много молодых семей с детьми. Соответственно, что такое ребенок летом? Это игры в песочнице и прочие развлечения. Ну, естественно, ребенка надо мыть в день по одному, по два раза, а то и по три раза. И в условиях многодневного, даже многонедельного отсутствия горячей воды это все превращается в настоящее испытание. Конечно же, жители всех этих окрестных домов постоянно обращаются в компанию «Тверская генерация». Кто-то письменно, как это сделала та же Алина Кошелева, получившая ответ, что магистральные сети важнее разводящих. Многие звонят лично, но получают такой же отворот-поворот. Как, например, одна из жительниц той самой высотки на Первитинской. Люди обращались во многие инстанции. От Народного фронта до Администрации президента страны. Но ВОЗ и ныне там. Сегодня, кстати, из «Тверской генерации» пришел ответ, что чинить сети начнут только в августе. Так что жителям этих домов еще как минимум неделю придется греть воду на газе. Ну или бегать помыться к знакомым в соседнюю многоэтажку с автономным отоплением. Как это делает Алина с детьми, у которой там живут родители, в свое время сделавшие мудрый выбор купить квартиру в доме, независимой от «Тверской генерации».